Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1115. События дня. Эпиграф. Псалом 24, 19. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Дальше сами прочитайте, что там есть. Это за 4 января 2019 года. И объявление наше. Умерла робота Анастасия. Вы сумеете тормознуть, поставить курсором. Остановил, дальше читай. Вот. 4 видеоролика. Спрашивает, как помочь. Вот мы поставили. Если есть подозрение, что не туда идет, не надо посылать. Зачем это? На 100%. Тут написано. Все. Кому, как, кто. Деньги эти не видит. Никто, кроме Галины Александровны. А вы ей не доверяете. Собрание доверяет. Мы ее знаем. Вот нужно было купить там плиту, там что, электрическую. Все. Сразу раз купили. Это 4 ребенка. Они в возрасте уже. Вот-вот. И поэтому надо подумать о будущем. Это вчера уже было. Эта Леван. Елена пишет. Вот Игнатий Тихонович прав, когда сказал тому, кто задал вопрос о вере. Ведь отращивание бороды будет лакмусой бумагой мужчине. Если он уверует, что это наказ Божий, то и Господь его увидит среди всех и поведет за собой. А если человек начнет говорить причину, по которой он не может отпускать бороду, тогда-то и видно будет, что он еще не Христов. Так же и к женщине относятся. Скажи ей, чтобы не красилась, и одела платок, и увидишь, Христова невеста она или еще в пути. Вот такие пришли мысли по поводу вопроса юноши и ответа Игнатия Тихоновича. Спаси Христос вас, братья. Володя, запрячь его под пол. Он меня сшибает аппаратуру этот белый. Посидит маленько. Дальше вчера много шесть роликов. Таким устройством снежной горки для детей. Четвертого. Уже выставлено. Я пишу. Стив. Вот о котором мы сейчас говорим с Америки. Раз за разом вопрошает о таких вещах. О войне и о браке. Я ему делаю посыл на книгу к истинному православию. Там страницу. Но там же все на русском. И подумалось мне, вот было бы славно, если бы эти темы перевести на английский. И мне скинуть. Или сами ему и пошлите. И мне обязательно послать ваш перевод. Это я пишу Лидии. Еще он желает знать про катехизацию и об уставе церковном. Посылаю эти четыре темы вам. И польза будет тут немалая. Быть может, там кто и поможет вам с переводом. Наталья. Она была в лагере у нас. А не в лагере, а в деревне. Спаси Христос, Игнат Тихонович. С огромным интересом смотрела. Как вы благовествовали на новогодней елке. Слава Христу. И как вы удрученно сетовали, что людям не нужен Христос. И в этом виде вот так понятно, как люди мертвы. И что должно случиться, чтобы они ожили, а? Чтобы они оставлены верить хоть на минутку. Послушали бы вас. Закрытые сердца. Как страшно не познать Христа. Я пишу, строчно напиши или позвони Джастасу, Истиняну. Чтобы он приехал в Барнаул на улицу Ползунова 6. Там звонок на стене дома. Это тут одному, который знает и пытается встречу устроить. Скажи, что это весьма благоприятно будет. Потому что в понедельник, 7 января 2019 года, в 8 часов утром будет у нас богослужение. Трапеза и концерт детский. Пусть едет обязательно с детьми. Выведи его на меня срочно. И чтобы он или в скайп вышел, или по телефону позвонил. Но чтобы когда дозвонится, не алекал, а еще не слыша мой голос. Слушайте внимательно. Начал говорить, кто он и зачем звонит. А иначе я не отвечу ему, потому что хулиганы одолевать думают. Звонят ночью и днем, чего раньше не было. Срочно выведи его на меня. Если приедет раньше, то побудем вместе, город увидит. Про Потеряевку скажи, что та в Рубцовске, не наша. Мы возле железной дороги Барнаул-Кулунда. За 150 километров от Барнаула. Между станцией Корчино и станцией Ребриха. И вот сейчас пишут. На обратной стороне Луны впервые сели. Запуск космодрома Сичан в китайской провинции. Си Чуань. 8 декабря. Ну и дальше, сами прочитайте. Китай проводит. А для кого плоская земля? Для них это ничего нету. Они на своем стоят, лбом уперлись в доску. Вот Китай выходит. Миллионы людей, миллиарды людей все обмануты. Ничего нету. Запускает ракету. Обман. Ну, ясно дело, что слепые в доску. Вот, запускает. Тут можно посмотреть. Финаева. Уверена, многим Господь протянул руку помощи через вас. Вытаскивает из сетей из ищества и ересей. И по-мерски очень жалею, что долго не принимала участие, учиться через вас. Но у Бога выверена. Теперь я пишу, Лидия говорит, там я звонил. Я говорю, проверь, звонил ли я. Там можно сразу же. Это кто-то под моим именем, может быть, звонил. Дело в том, что я никогда никому не звоню. Никогда и никому. Не в скайпе, а по телефону лишь абсолютно в крайнем случае. Машина ехала, застряла. Звонок на полминуты. Один раз в несколько месяцев. Один раз. Так что проверять нужно сразу. Я полностью согласен с вами. Никогда бы не позвонил, если бы и хотел. А вот написать напишу, чтобы не быть в пустых раздумьях. Уж не случилось ничего. Почему же так долго нет драгоценной весточки? Посмотрите еще раз. Кто же все-таки звонил? Тут целые каналы уже идут под моим именем. Полностью все копируют. И при том не только в России, но и в Греции и других странах. А уж сколько роликов против меня составляет. Из моих же трудов. Из книг все это цепляет. Нет, другие. Тому нет числа. До ста досчитал, дальше нету. Как так говорится. Псалом 34, это весь про это самое. Лидия. Нет, нет, Игнатий Тихонович. Вы не звонили. Около 11 ночи вчера вы прислали мне письмо. И хотели тут же послать письмо к Стиве. Я не ответила, чтобы и вы не беспокоились, Стива. Поздновато по-нашему. Но сейчас увидела, как вы и другие под новогодней елкой в Барнауле разойдете Евангелие. И тут же переслала Стиву, объяснив, что это бесплатные дары от общины. Я говорю, легче поговорить бы, чем писать, Ида. И мне легче, но не хочу выставляться на Ютубе. А тогда и вы не захотите общения. Что делать? Я отвечаю, как было, так и оставить. Это уже проверено. То есть говорили, я выставляю. И приносит немалую пользу. А всякая перемена только дело тормозит. Я дальше пишу. Вчера была вот такая у меня переписка со знакомым. И очень помогающим по интернету. Вот я буду сейчас протягивать, а вы смотрите. Вот где стоит стол. Г. Вопрос это фамилия, его имя. Вот здесь одна душа еще пишет считать. Ездили в больницу, как раздавали. Это Голубева Екатерина, ревностная. В инстаграмме пишет, как пойдет, Павел Островский. Павел вчера вот ехал у Олега Стеняева, квартиры нету. Кто может, чтобы могли помочь. Хоть так случилось, что у него нету квартиры. Господи, помоги отцу Олегу. Устрой как угодно тебе. Теперь Сергей Игнатов пишет. Христос, спаси Христос. Борис Семенович, я роман за видеоролики с занятием. Я пока лишен возможности принимать активное участие, так как хоть слушаю и поделюсь ими в Фейсбуке. Сергей Игнатов. Вот пишет. Сделайте видео о распорядке дня одного из братьев, которые сейчас живут с вами. Распорядок их дня и так далее. Думаю, многим будет интересно. Надежда Лапкина. Что случилось? Почему исчез голос Игнатия? Что, закончилось занятие или меня отключили? Наталья, у вас интернет прервался, плохая связь. Вот и русский Христос, его жертвы. Ни Евангелия не надо, даже не позревает, кто к ним подходит. Печально очень. Общество совершенно не нуждается в спасении. И Арам говорит. И вот вчера, интересно, митрополит Тихон Шевкунов тоже вышел. Я за него молюсь каждый день. И вот он говорит, чтобы перестали крохоборничать, священство обирать, тратятся деньги из церковной казны. Выступление владыки Тихона в Псковской митрополии. Вот почитайте сами. Молодец какой он. По конвертике. Чтобы позабыли, чтобы больше не было. А нашли, которые бедные приходы. У батюшки хлеб не на что купить даже. Вот какие бедные бывают. Якон Кураев считает, что епископом Русской Православной Церкви Московского Патриархата нужен жесткий намордник. Вот они. Вот что про фильмы. Считайте здесь, я не могу сказать. Якон Андрей Кураев уверен, что глупым оказался не митрополит Марк, а вся система епископа Прусско-Православной Церкви. Митрополит Марк умный человек с массой положительных качеств и вообще мой однокурсник. Глупость он изрек не как человек, а как представитель той касты, в которой происходит самое глубинное калещение человеческого естества. Касты монахов-епископов. Так что это не промах одинокого Акела, это социокультурный рак. Многолетняя жизнь в мире лести, безответственности, все возрастающее самомнение о себе, как голос Бога в моральном студии всего и всех, умноженное на весьма ограниченный личный жизненный опыт. Кураев уверен, что за епископов должно быть контроль со стороны государства и общественности. Только жесткий намордник со стороны государства и общественного мнения может делать наших епископов вменяемыми, продолжает Кураев. Без него и даже с ним они мечтают о тотальной власти, контроле, цензуре и инквизиции. И лишь исторические случайности не всегда дают им реализовать их мечты. Но эти мечты есть. Интересно, я сейчас покажу про мусульман, как у них, жители Сибири. Это, пожалуйста, на местного священника и так дальше. Автомобили, чтобы им оплатили автошколу. И вот дальше читайте. Блогеры раскритиковали Ивана Охлобыстина с фотографией с ребенком и пистолетом. Почему Путин решил защищать свидетелей Иеговы, которых в России признали экстремистами. Я постоянно с первого дня говорю, это беззаконие, что их запретили. Они такие же граждане. Государство-то не теократическое. И мы молимся о них. И вот Владимир Владимирович стал на их защиту. Помоги ему, Господи. Это все попы делают. Это дворкинская свора, прости Господи. Вот вы дальше читайте про бороду. Посчитайте, тут интересно. Лукав, как люди лукавят, а другие истинно отвечают. Это наши люди. Это она, которые называют щад в содружестве. С Романом разговаривают. Роман всегда употребляет. Он говорит, спросите у Игнатия Тихоновича о том, зря ли я упоминаю везде и всем и всегда радостной вести. Если слова Игнатия Тихоновича для вас что-то значат. Тем более, что он уже не раз отвечал на этот вопрос. Видишь, как ссылаются. Вот если что дойдет, дальше говорить. Я о благовестии, я такой же, как Роман. В данном случае, да. Ну, тут по теме так. По теме надо говорить. Ну, просто так. Я показываю. Вы затормозите и прочитайте. Тут интересно. И вот дальше. Рамзан Кадыров. Тут противосектантские чтения записывает. Ассалям алейкум. Сегодня в день памяти и почитания великого шейха Кунта-Хаджи Кищиева. Во всех районах и городах Чечни проходит масштабное религиозное мероприятие. Прошло 155 лет со дня ареста и ссылки нашего устаза. В мечетях республики считают священный Коран. Совершается зикр и жертвоприношение. На территории мемориального кладбища на окраине города Шали, где захоронены более 300 мюридов шейха, расстрелянных царскими властями, прошло памятное мероприятие. В нем приняли участие дорогие братья потомок. И дальше перечисляю где-то. Просчитайте. Я вот сейчас покажу. Так вы что, проповедуете мусульманство на меня скажут? Причем проповедуете? Я с событиями дня говорю. Сделали мы это. Виталий Колеников посмотрел и говорит, потрясающее единство. И вот теперь это потрясающее единство. Мы постараемся сейчас показать, как это выглядит. Вот. Где-то тут мы его засняли. Мне сняли уже его. Сейчас я минуточку. День памяти. Вот так. День памяти. День памяти. День памяти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Их измотало в горных перевалах Там след моей ступни не распетлял По шахтам, гротам, по логам, отвалам И следуют святых, о ком я начитал Мой бег, мои убежища с Давидом За мною доик бешеный Саул Они разведали, что ем я мед так риды А штаб-квартира избран в Барнаул Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со слатаустом путь житийный пройден С той стороны земли на все гляжу С той стороны земли на все гляжу Я с Моисеем на своей вершине Последний раз смотрю из-под руки Враги с собаками с биноклями в машине Мой след вынюхивает у кустов реки Моя погоня гнались до упаду Я отошел, не досягаемую вам Прощай, земля, азарт, закон ограда Мой труд следы читайте по слогам Прощай, земля, азарт, закон ограда Мой труд следы читайте по слогам Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со слатаустом путь житийный пройден С той стороны земли на все гляжу С той стороны земли на все гляжу Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу Со слатаустом путь житийный пройден С той стороны земли на все гляжу С той стороны земли на все гляжу Пример к себе своим воображением Вот теперь смотри И это у меня тут надо найти, где выключить Пример к себе своим воображением Вот так, а теперь вот посмотри Пример к себе своим воображением вот слова вот они где вчера это над этим все вот они слова вы их услышали мой бег мои убежища с давидом вот она все музыка и пение игра виктора савченко это в интернете есть если зарядить эти слова в ю тубе он поет и видно даже а дальше я сразу так поставила сразу раз система выдал на английском языке правило его и в меджиней шин это воображение every pin i read о ход почему ай что прочитал или услышал я к людям обращаюсь не не могла передать а им таджет по снепа today год made me a mouse for all predators это вообще мне даже не прочитать правильно not an hour or a day but a solid life at the exit and experience и теперь все at lunch значит теперь вот она на английском языке я с моисеем на своей мерши вершине а им весьма узи он топов за секонд last time i look out of my head смотрю из-под руки враги с собаками с биноклями в машине и на мисс бездок свет бинокулерс и дека май трайл с лифинг эдэ башис байза рива среди кустов мой путь мое мой путь мое уберище так завидно теперь дальше поет музыка что виктор савченко а меня почему-то андреем назвала система не дала не игла она не просто пишет иголка здесь перевод дальше дальше на немецком языке как это все еще вершине не собака бометитель говорит охоте единственно к поединке андреем а вот и в среду я скריстирурам является в машине. 가방 шамбери юрида, и дека. И даже если это выключая он, потому что если похоже не зато яity в кастинге, но ничего не безумного, что это не было человечества. что это было для этого я убежать и доставки. Не прочитаешь даже. Редкие слова такие. Теперь можно видеть, какой богатый словарный запас. В стихотворении. как мне сказали, my love, my zuflucht mit David nach mir doig vollwitzigen Saul. Sie haben geschieden, dass ich Gony, как Rede und Hauptsitz gewählt Barnau. Вообще. Дальше. Это на немецком языке. И дальше идет пример себе. Они не знали, как пример на французском языке. Пример, Esson, дальше воображение. То ли языке нет слов этих, то ли еще... Ну и дальше по-французски. Ну, конечно, не из кладуха, как говорится, там рифмовки нету, но однако. Я вспоминаю, когда пришлось мне переводить готическим шрифтом, немецкое было толкование на книгу «Песни-песни» и не нужно выбрасывать. И там стихи есть и переводить их в русском, ну, как уже по таланту Бог дал. Вот я это все закрываю. Вчера тут сколько таскал туда-сюда все это. Ну и благословен Господь. Делали горку, увидите. «Песни-песни-песни»